добрый день дорогие мои с новым годом сегодня 14 сентября поэтому началось новолетие когда-то это было действительно начало нового года и как интересно что она начиналась со сбора урожая нет уже кое-какой собраны к этому времени что-то уже в закромах но еще он продолжается тем не менее вот праздник существовал и существует потому что в церкви у нас новолетие так и начинается с 1 сентября с этим я вас и поздравляю я вышел продолжить наше собеседование на тему эмоционального интеллекта для православных для православных остальные как-нибудь решайте сами эту тему но я что хочу сказать вчера просто даже рассуждение слышал там философский на эту тему что и как что у нас за эпоху сейчас идет и там вот есть такая черниговская и очень уважаю которые уверяют что началась новая эпоха новая эпоха и я в общем то совершенно не сопротивляюсь причем эта эпоха даже подтверждается на каком-то таком физиологическом что ли уровне или не знаю какой то ну как минимум вот только что нас родилась внучка и на второй день у нее стало осознанное слежение глазами что в общем то никогда не предполагается что ребенок на второй день видит что-то или еще что-то значит на второй неделе она начала осознанно улыбаться что тоже не предполагается там до второй месяца даже до третьего месяца раньше не предполагалось хочу еще а в голову начала поднимать сама голову и пытается значит это а вчера с ребенком 5 месяцем приезжали так он осознанно ему дают книжку их он осознанно ли ставит книжку разглядывая картинки пять месяцев когда они увидели два младенца вот такой совсем три недели и пять месяцев вы не представляете как они возбудили соба и совершенно иное поведение они увидели друг друга и осознали что это другое существо вот такого их уровня младенческого это потрясающе родители были в полном потрясении как их наш племянник давид увидал нашу варвару и возбудился и пытался с ней поговорить это это удивительно удивляет меня например и возраст и поведение внука который в девятом классе вчера у него тоже был день день рождения такой день рождения компьютерщика он работал с разными аппаратами он их делает эти разные аппараты ну там программу у них перепрошивает там и все остальное но вчера он полностью собрал новый компьютер и он у него с первого раза заработал для меня потрясающе причем идея это была из того что вот просто моноблок купить сейчас такой как надо сложно поскольку туда пихает всякие вещи которые подешевле стоит но выглядит вроде как как это в общем не нужно много пихают и поэтому если вы хотите сделать хороший моноблок себе то надо его собирать и собирать даже из хороших этих его дешевле чем купить вот такой просто на этом и как он этого добился девятый класс как он это все знает как у них вот это все происходит и нейропсихологи начинают объяснять как это все происходит с точки зрения науки ссылаясь на некое информационное пространство окружающие этого человека та же черниговская она можно так сказать как последователи бехтеревой бехтерева наталья вообще в конце утверждала что но она верующей была что все бог все в боге информации в боге и такое вот давала рассуждение о том что мы получаем эту информацию от господа черниговская тоже к этому подошла что внутри нас нет информации что мы просто как приемник это нейропсихологи и все остальное вот это изучающая система начала понимать поскольку вот материальных средств внутри человека даже если там клеток больше чем на небе звезд у нас в мозгу по моим 10 раз больше чем мы видим вот видимый спектр всех этих звезд он все равно недостаточно для того чтобы вот сохранять ту информацию который в нас есть бесконечно мы помним все что видели что слышали в течение жизни абсолютно все только уж те кто занимался гублением своего мозга то есть алкоголь наркотики пьянство и так далее там могли вымирать целые участки иногда и вымирают потому что наркотики убивают клетки мозга в большом количестве бутылка водки убивает 11 миллиардов клеток мозга ну так вот так вот у алкоголика такого вот хронического у него одна треть от мозга остается вот от от массы это масса то есть но она такая разжиженная разжиженные такие мозги как у наркомана вот такая и они не в состоянии сохранить но если даже к нему начинает правильно обращаться и там вводит в него в гипноз там например или еще что-то из него можно вытянуть все то есть он помнит и знает все что с ним когда-то было это у меня чай ольховый и готов это все в конечном итоге могут под гипнозом рассказать про гипноз я как-нибудь расскажу не задавайте вопрос я много про это знаю поэтому как-нибудь сейчас у нас речь о том что мы с вами должны сделать чтобы эмоциональный интеллект я вам скажу так заработал заработал то есть вот так же как у нас у алкоголика грубо говоря есть вся внутри информации так внутри нас есть и весь эмоциональный интеллект и все для него инструменты и и все остальное и здесь я вот перехожу как обещал меня кто-то поторопил может быть в 10 серии или в 9 про сознание что-нибудь скажите объясните знать что такое сознание потом даже 2 коми что вы не объясняете ничего про сознание вот давайте мы про сознание сейчас поговорим мы с вами пришли к тому что человек состоит из четырех частей душа тело ум и разум вот эти можно разделить еще на а дух дух ум и разум это одна составляющая и объединить их может только чистое сердце если это вот мы на предыдущий если сердце прошло покаяние очистилась то в него входит благодать и благодать начинает свое воздействие на собрание человека сам собирает человека в едины как она это делает а вот здесь как раз вопрос к сознанию здесь мы перейдем ученые посчитали сколько времени человек находится в сознании и определили что в среднем человек в сознании где-то по моим 28 минут в сутки остальное время он в мышлении где-то там вот у себя внутри о чем-то разговаривает значит что-то обсуждает с кем-то ругается воюет кого-то жалеет считает там и все остальное то есть у нас сознание включается только когда мы внешне обязаны что-нибудь проконтролировать ну вот перейти дорогу например раз раз налево направо на две секунды включились и покатили без всякого сознания значит ставим на плиту надо попасть точно на комфорку и и включить раз раз включили ты поставили и опять в облаках то есть реально в сознании 28 минут даже люди говорящие и казалось бы выдающие информацию и казалось они ее из ума выдают вот те же преподаватель например они оказывается тоже могут это делать бессознательно то есть если хорошо зафиксированной информации об уроке каком-то или еще что-то учитель можете и выдавать при этом сам быть где-то на стороне думать о чем-то другом вот автоматом таким ну и так далее то есть вот вот много можно делать дел без сознательном состоянии не осознавать 28 минут самые значит больше находящиеся в сознании это водители транспорта дорожного вот у них очень сложная обстановка вот летчики например они же теперь летают все на роботах у них автоматика они могут даже спать я как я спросил того кто мне объяснял но как говорю летчики там еще они эти говорит спать могут но военные летчик конечно вот там уже другая система вот поэтому сознание осознание для того чтобы овладеть и использовать эмоциональный интеллект нужно обязательно то есть вы на момент использования эмоционального интеллекта должны его включить должны контролировать контролировать не только речь например но и эмоции которые с этой речью и контролировать окружающую среду контролировать информации которая из вас их выходит и это естественно сознание сознание так вот такая вещь интересное это опять я обращаюсь к скетике феофан затворника он пишет о том что благодать войдя в покаянное сердце то есть если оно чистое сердце пока там еще грехи какие-то или еще что-то она туда не войдет но войдя в покаянное сердце она начинает прежде всего возбуждать просто по разбуждать ну в общем работает сознание и вот сознание как маленькая . как семя на которой она начинает действовать и включая это сознание в человеке благодать дает ему возможность познать себя познать потому что если начать вам задавать вопросы а кто вы такой например то очень интересным образом с вами можно час два разговаривать и вы так и не объяснить кто вы такой потому что большинство людей живет не осознавая себя не осознавая себя ну вот кто и такой у фамилия и имя есть ладно а кто по профессии ну я могу сказать пенсионер официально вот просто пенсионер а у меня спрашивает хочу представляете из геронта а геронта это международное название священника те священник которые пишут отец владимир там или протырей т.д. в переводе на иностранный язык это ни о чем не говорит но отец это значит имеет детей вот протырей вообще никак не переводится и никто это не может прочитать международном словаре геронта священник объясняется ну пусть буду геронта ладно меня с афона кстати священники заставили так написать говорят ну мы к тебе обращаемся ты ты так и напиши ладно дальше начался ященник если не служу у меня священником рукоположили ну вроде кто-то пытался забрать священство ну пытался но я так документы не получил я должен сам отказаться мне старец говорит сам откажешься после скажет а мы не выпускали никакого документа вот ты самый решай решил что ты не священник поэтому вот кто я вот честно говорят мне самому иногда странно осознать и понять кто я это я про себя который мне кажется в сознании и который вроде пытается еще и научить кого-то быть сознательным человеку то есть в сознании проживать а если человеку который вообще не определился у меня вчера был один парень 40 лет ему ну проблему у него как у многих сорокалетних и вот попытка с ним разобраться а кто он и в каком состоянии и что он вообще хочет и как он себя представляет в этом мире вообще ничего не дала ну вообще а кто он правда сейчас алкоголик не алкоголик работник не работник и поэтому очень многие просто выдумывают кто они вот у них там вроде бизнес есть вот у них вроде друзья есть вроде у них уважение какое-то есть и только нужно еще глубже уйти в бессознательное то есть выпить и можно все это озвучивать и жить вот в этом придуманном мире в бессознательном мире где все есть все хорошо все тебя любит и все у тебя успешно но феофанта затворник говорит что даже без алкоголя можно жить в этом придуманном мире без алкоголя быть пьяным через страсти через вот такие желания и грехи то есть потемнение идет разума и сознания и человек живет в выдуманном мире выдуманном мире он выдумывает себе образ выдумывает себе профессию выдумывает себе отношения с другими людьми чаще всего начинает если эти не складываются отношения ругать людей что они вот его не понимают и у него какие-то такие вот возвышенные возможности как сегодня была женщина ладно не буду а возможности то нет и не это сознание кто-то на самом деле есть так вот когда благодать все-таки коснулась сознания какая начинается пропасть то есть вдруг человек может осознать что он прямо в самом-самом помойной яме несмотря на то что он там хорошо одет там много зарабатывает что-то у него есть там или еще что-то а по отношению это вот с богом или с тем что внешне что он из себя представляет что он отражает он живет как телевизор на какой канал включит тот канал и показывает так и здесь какую ему кнопочку включили что ты вот в этой профессии и ты вот это представляешь он так и играет эту роль сознательно бессознательно не у плохо иногда хорошо если он выпьет там или еще что-то а развитие нет а